Все они стоят и воротни, все они стоят. Организатором данного форума выступает целый перечень левых организаций, которые в одночасье поняли, что в рамках общегражданского протеста необходимо формировать общую повестку дня всех левых движений, как в Москве, так и в России. Цель, самое главное, договориться. Договориться и создать Координационный совет левых организаций, куда войдут представители как малых, так и крупных объединений. Объединений, которые представляют собой какие-то группы активистов и объединения, которые имеют свою региональную сеть. Какую альтернативу современные левые могут предложить в общество? Альтернативу самую простую. По-настоящему социальное государство, институт коллегиальных органов власти, которая должна быть именно такая, не должно быть института президентства. Будет это Верховный совет или учредительное собрание, любой другой орган, но он должен напрямую подчиняться людям, напрямую подчиняться тем, кто его будет избирать. И, безусловно, те социальные требования, без которых левые перестали бы быть левыми. Бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатное здравоохранение. То, на что сейчас смотрит весь цивилизованный мир, то, что давно уже пытаются решить в капиталистических странах и до сих пор никак не решат в России. Сейчас наш форум, наше собрание крайне важно. Если перефразировать классиков, призрак бродит по России, призрак революции. Сегодня уже просто преступно и дальше продолжать тешить свои амбиции, какие-то обиды делиться. Сегодня от нас история просто-напросто требует объединяться, создавать единую организацию. И, я думаю, нынешний форум должен стать важным шагом в этом направлении. Я глубоко убежден, что как бы мы ни относились к нынешней ситуации, она показывает, что нынешняя власть доживает свои последние, если не дни, то неделя. И долгое время в таком виде она уже не просуществует. Это невозможно. Начался раскол в элитах. Мы должны ставить вопрос не о создании новой организации, мы должны ставить вопрос о воссоединении всех левых в том виде, в котором мы существовали когда-то. Мы должны ставить вопрос о создании РСДРП, организации, из которой вышли все российские левые. Когда здесь озвучивалась задача, что мы должны добиться объединения левых, мне хотелось бы внести ясность. Речь сегодня идет не о том, что мы должны договориться с друг другом. Речь идет о том, что мы все вместе должны создать пространство, должны создать широкую площадку для огромного количества людей, которые никакого отношения ни к левой традиции, ни к политике вообще до последних недель не имели. Конечно, нужно единство действий. Но на самом деле ни организационного единства, ни единства действий без политического единства не будет. А политическое единство, это, между прочим, единство, которое определяется единством политической линии по конкретным вопросам. И когда говорят, что мы разные, у нас очень много различий, это не совсем так. Мы, конечно, разные, но различий не очень много. Предлагодаря тому, что те различия, которые есть и которые должны обсуждаться, которые, собственно говоря, и являются содержанием политики, они не обсуждаются. Реальный вопрос, который можно обсуждать, это вопрос, например, о том, поддерживать Зюганова ли, Миронова ли или бойкот. И, кстати, обратите внимание, что даже те, кто выступает за бойкот, тоже здесь не едины, потому что могут быть разные формы бойкота. Ну, допустим, сразу скажу, лично я сторонник бойкота. Но дело-то не в этом. А дело в том, что вот если мы сейчас не договариваемся по этому вопросу, то завтра мы выходим и начинаем играть в разных командах, которые играют друг против друга. Потому что одни уже подписали Зюганова, другие, в том числе члены спирателем России, между прочим, будут работать на Миронова, третий лист и бойкот. То есть мы уже завтра, завтра, сегодня вечером, выйдя из этого зоо, фактически начали работать в разных целых первых чиш, противостоящих друг другу команды. Вместо деятеля коммунистической оппозиции профессора Килимонова в новом отрекове, она там, где вы регистрировались, он должен посмотреть, чтобы приобрести ее, она стоит 40 рублей. Мы в самой декларации пишем, что по трех ключевых моментах мы по-разному их представляем. Мы не согласны по трех ключевых моментах. Нет, это борьбы согласны интересы конкретной политической и государственной формы и степень государственного управления экономикой и ее соотношения с самоуправлением государственных принципов. То есть три ключевых момента, которые, собственно, должны лечь в основу стратегии декларации, мы не согласны, о чем мы тогда говорим. На самом деле, сегодняшний форум показал, что, несомненно, есть стремление к какой-то консолидации, но то, что действительно для реализации этого желания требуется очень большая и кропотливая работа. Даже характер документов, которые принят, в том числе, как сейчас принимали их, какие предложения уносила редакционная комиссия, как на них реагировали, просто показывают, что единство пока что обеспечивается снятием реальных острых вопросов. А это единство по определению непрочное. Поэтому это в лучшем случае один из небольших шажков. Эту работу надо продолжать, но ее надо продолжать более серьезно и глубоко. не столько сейчас в формном формате, сколько в формате очень серьезных обсуждений, стратегических, тактических, теоретических вопросов. Сегодняшний форум, к сожалению, не вполне соответствовал моменту, который сами же участники форума определили как ключевой, как момент начала общественного подъема. А, собственно, форум сводится, как это уже понятно, к обмену мнениями. И эти мнения слишком разница, слишком отличаются друг от друга и содержанием, и концепциями толкования, и текущие моменты дальнейших действий, для того, чтобы они стали основой какого-то объединения. Левые сегодня просто не очень хорошо понимают, как выглядит их социальная база, и не очень знают то общество, которое они собираются поднимать с этой борьбы. А форум нельзя, конечно, назвать большим успехом, потому что мы видим достаточно большие разногласия, и главное, бессистемные дискуссии, в которой очень трудно определить позиции, в которой очень трудно определить точки объединения, разъединения. То есть мы видим все-таки некоторую мешанину, хаос. Но это необходимый этап, потому что все-таки, если мы хотим двигаться вперед к формированию современного левого движения в России, то невозможно игнорировать реально существующие группы, реально существующих активистов и лидеров. Значит, так или иначе, приходится с ними вступать такое или иное взаимодействие. И я думаю, что перспектива стоит в том, чтобы объединять дееспособные и перспективные элементы движений и постепенно консолидировать вокруг внятной программы. Это делается не на форуме, но форум определенную роль в этой ситуации имеет, и он все-таки нужен нам.